МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. В прямом эфире вы смотрите совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Делаем это мы, как обычно, по порядку регистрации кандидатов. Итак, доверенное лицо кандидатов президента от партии ЛДПР Владимира Жириновского, Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов президента от КПРФ Павла Грудинина, Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов президента России Владимира Путина, Павел Алексеевича Маринычев. И доверенное лицо кандидатов президента России от партии Партия Роста, Бориса Титова, Евгений Никандрович Язев. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим об экономике, в частности, конкретно про промышленность, про динамику развития и состояние этой отрасли. Для начала озвучу данные статистики. Согласно этим данным, Россия занимает четвертое место в мире по объему промышленного производства. Это на 2017 год, при этом опережая Японию и уступая только США, Индии и Китаю. Давайте, уважаемые участники, обсудим приоритеты ваших кандидатов в промышленности на будущее. Надежда Викторовна, ваши две минуты. Поехали. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Владимир Вольфович утверждает, что сегодня благоприятное время для развития экономики и технологического прорыва России уходит. Деньги от продажи нефти и газа растрачиваются неэффективно. Теряются из-за вывоза капитала и коррупции. Поэтому Владимир Вольфович делает акцент и настаивает на проведении России полномасштабной индустриализации. Необходимо восстановить загубленную в 90-е годы промышленность. Без чего невозможно дальнейшее движение страны. На новых инновационных принципах выстроена промышленность должна быть. Нам нужна зеленая индустриализация, учитывающая экологическое состояние нашей страны. Что хотелось бы еще сказать. Владимир Вольфович вообще в принципе в своей программе очень четко описывает, как сегодня должна развиваться промышленность. Какие подходы должны быть в налоговой политике. Как должна развиваться экономика. И как резко должны увеличиться инвестиции от машиностроения и строительства. Хочу еще сказать, что ознакомиться с нашей программой вы можете на сайте ldpr.ru или подойти на Петровского 21.2 в общественную приемную, где работает юрист и также штаб, который вам расскажет и покажет программу Владимира Вольфовича Жириновского. Также вы можете обратиться по телефону 320319, позвонить и вам ответить на все ваши интересующие вопросы. Вообще в целом хочу сказать, что программа Жириновского очень обширная. В ней описано абсолютно все. И развитие внутренней политики и экономики. Надо сказать, что ЛДПР сегодня за развитие страны по всем направлениям. Поэтому голосуйте за Жириновского. 18 марта ждем вас на избирательных участках. Спасибо. Вячеслав Семенович, а что думает ваш кандидат про промышленность в России? Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, если, как было сейчас заявлено, ведущим о том, что Россия находится аж на четвертом месте, оказывается, мы это не чувствуем, правда. Это та ситуация, которая есть на данной промышленности в России. Это залог того, что в свое время под руководством Иосифа Сталина Советский Союз провел полную индустриализацию страны. Сейчас вот остатки этой былой нашей славы, нашей промышленности сейчас доживают свои годы. На данный момент, конечно, вот даже Якутию, если брать, то та же Аллороса, та же Якутуголь, это детище советской власти. Ну, несмотря на это, товарищи, за последние 20 лет более тысячи предприятий России закрылись. На территории республики то же самое. Очень много закрылось. Очень многие предприятия сейчас, несмотря на, как заявляет власть, прорыв какой-то, революционный прорыв даже, заявляет. Несмотря на это, сейчас очень многие предприятия республики находятся в предбанкротном состоянии. Потом, говоря о промышленности, товарищи, надо всегда думать о том, что о деревне. Советская власть, в советское время, мы всегда считали, что промышленность, город и село, сельское хозяйство должны идти вместе в ногу. Но на данный момент, если брать даже по заработной плате, ситуация, которая сложилась, на городах люди получают больше, чем в деревнях. Поэтому, товарищи, чтобы не было такого, мы вас призываем голосовать за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо. Павел Алексеевич, каковы взгляды вашего кандидата на промышленность в стране? Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемые участники дебатов. Конечно, я хотел бы снова обратиться к фактам, которые состоят в том, что солидированный финансовый результат промышленных предприятий Республики Саха-Якутия неуклонно растет. Это устойчивый тренд, поэтому факт именно в этом. Что касается России и ее места в мире, то действительно она входит в топ-5 по своей промышленности. И это абсолютно не случайность, это результат последовательной политики нашего президента Владимира Владимировича Путина по ее развитию. У нас действительно базовыми отраслями остаются нефтяная промышленность и газовая промышленность. Но если посмотреть на факты, то нефтяная отрасль с 2014 года сократилась в экономике с 51% в ее структуре до 39%, при всем том, что сама экономика при этом не падает, а растет. Мы это видим на примере того же 2017 года, когда мы наблюдали взрывной рост и в металлургии, это 11%. Это в вагоностроение 66%, это судостроение 34%, это и другие отрасли. Поэтому, уважаемые друзья, диверсификация экономики, которую провозгласил Путин, это, конечно, наш путь. Это путь развития нашей страны. Мы должны развивать как существующие отрасли с точки зрения развития перерабатывающих производств, так и, конечно, отрасли новые, наукоемкие, такие как цифровая экономика. Это то, что нам принесет все новую и новую добавленную стоимость. Это программа Владимира Владимировича Путина. Поэтому, уважаемые друзья, 18 марта текущего года мы пойдем на выборы. И нам нужно проголосовать за реально действующего человека, за сильного президента, за Путина Владимира Владимировича. Спасибо. Евгений Никандорович, теперь ваши две минуты промышленности в России по Титову. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Этот мир очень изменчив. Россия тоже менялась, непрерывно менялась. И говорить о том, что когда-то достигнутые успехи являются тем ориентиром, на который нужно только равняться, и никак иначе, это неправильный подход. Концепция стратегии роста кандидатов президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова исходит из того, что мы должны тщательно оценивать качество этого роста, оценивать динамичность изменения ситуации, исследовать тем трендам, которые приняты во всем мире, которые действуют. И максимальная выгода от этого должна быть основной целью. Я неоднократно уже напоминал о том, что эту концепцию, которую выдвигает Борис Юрьевич Титов, составляли 800 специалистов, которые однозначно совершенно пришли к единому мнению и выработали эту концепцию. Я бы хотел для примера привести концепцию, вернее, стратегию развития социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на 2030 год. Познакомившись с ней, я, честно говоря, был крайне, мягко выражаясь, разочарован, потому что эта концепция, вместо того, чтобы определять выгодоприобретатели, определять наиболее эффективные отрасли, определять исполнителей, она не содержит никаких данных, которые бы могли мы на сегодня сформулировать и точно выполнять в связи с поставленными задачами. Говорят, хорошо сформулированная цель – это 90% успеха, которого мы могли бы достигнуть. Здесь я не нашел ни исполнителей этой стратегии, ни людей, которые могли бы отвечать, я не нашел ресурсов, я не нашел целей практически, я нашел только выровненное и однозначно совершенно неопределенное равенство всех отраслей, о которых трудно говорить. Поэтому подход стратегии роста Китова с максимальной оценкой всех сторон – это максимально эффективный подход к формированию промышленности. Спасибо. Вопрос второй, уважаемые участники. Президент России Владимир Путин часто говорит о необходимости увеличения производительности труда. А как видят ваши кандидаты этот процесс? Надежда Викторовна, две минуты. Уважаемые зрители, я долгое время вообще прожила в промышленных районах и, к сожалению, реалии сегодня таковы, что те мощности, которые мы используем, это, допустим, угольная промышленность, она не совсем развивается так, как хотелось бы сегодня нам ее видеть. Сокращение кадров и профориентация, которая сегодня есть, она настолько неэффективна. Поэтому наш кандидат настаивает на том, что развивать надо промышленность одновременно с внутренней политикой и экономикой, социальной политикой. И, соответственно, самое большое богатство – это население. Население сегодня должно быть трудоустроено, быть уверено в завтрашнем дне. Поэтому надо уделить большое внимание образованию. Сегодня профессия инженер должна стать снова популярной. Сегодня инженеры должны получать. Надо развивать науку. Без науки нет дальнейшего развития. Поэтому я все-таки считаю, что каждому нужно ознакомиться с программой ЛДПР, с программой Жириновского. И только тогда Россия сможет сделать мощный рывок вперед. Хочу еще добавить то, что вообще в принципе в программе сосредоточено очень много интересных вещей, о которых сегодня не говорят другие партии. И надо понимать, что бесценный капитал, еще раз повторюсь, нашей страны – это население. Владимир Вольфович за то, чтобы в нашей стране не было ни одного бедного, голодного и бездомного. Вы всегда можете ознакомиться с программой ЛДПР на сайте ldpr.ru, а также прийти к нам в общественную приемную Петровского, 21.2. Голосуйте за Жириновского, пора ему въехать в Кремль, чтобы Россия сделала мощный рывок вперед. Спасибо. Вячеслав Семенович, рост производительности труда. Как это сделать? Ваши две минуты. Ну, уважаемые товарищи, Владимир Владимирович Путин, кандидат президента Российской Федерации, уже 18 лет обещает каждый раз прорыв и раздает фантики. Но мы еще раз в этом виделись вчера, поэтому надо сказать о том, что, конечно, надо бриться оружием или какие-то силы своей. И не предлагать реальных планов развития, которые направлены на защиту человека и трудоустройство, или обеспечение. А основными это были лозунги и пожелания. Мы, конечно, понимаем, что на данный момент Россия, конечно, один из самых сильных экспортеров оружия. Но мы должны понимать, что не только оружием сыт человек, и должна пополняться наш бюджет. Поэтому мы, Павел Николаевич Грудинин, в своей программе это однозначно определил, что надо возрождать производство, собственное производство. Соответственно, и, наверное, и по-простому сказать, хвастаться этим продуктами сельского хозяйства и так далее, и промышленности. Затем, товарищи, хочу заметить, да, у нас в республике внутренний валовый продукт составил в этом году 800 миллиардов рублей. А наш бюджет республики 190 миллиардов. При таком ситуации, когда все деньги выкачиваются из регионов, никто не пожелает жить ни в селах, ни в малых городах. А Павел Николаевич Грудинин в своей программе обозначил, что налоги 50% должны оставаться в регионах. Соответственно, для нашего случая это 400 миллиардов должны были остаться в нашей республике и, соответственно, работать на жителе нашей страны. Павел Алексеевич, рост производительности труда, как это обеспечить в стране, в республике, пожалуйста. Да, не могу не прокомментировать все-таки. Во-первых, должен отметить, что доходная часть бюджета республики, как и любого другого бюджета, формируется за счет налогов. А налоги никак нельзя соотносить с общим валовым продуктом, потому что они формируются только с добавленной стоимостью. Это первое. Второе. Мы все время от оппонентов слышим только, как ругают. Но замечу, что ругать можно и нужно только тогда, когда нечего ни показать, ни предложить. Нашему кандидату Владимиру Владимировичу Путину реально есть, что показать и реально есть, самое главное, что предложить. Действительно, производительность труда это такой показатель, только при достижении которого можно снижать свою себестоимость. И, конечно, только при этом условии можно обновлять свои основные фонды, повышать заработную плату сотрудникам в реальном секторе экономики. Поэтому производительности труда Путин Владимир Владимирович отдельное внимание уделил в ходе своего послания. Его рецепт это комплекс мер на снижение барьеров. Вот что он сказал. На федеральном уровне нужно провести ревизию нормативно-проводной базы, снять излишние барьеры, мешающие формированию современного рынка труда, создать дополнительные стимулы для компаний для повышения производительности. Но второй тезис, который он заметил, что производительность труда нужно повышать только совместно с ростом экономики, только совместно с развитием малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы не допустить увеличения безработицы в нашей стране. Поэтому, дорогие друзья, когда мы 18 марта придем в избирательные участки, задумайтесь о том, что нам нужно проголосовать за человека, который предлагает подход комплексного развития. За человека, который заботится о всех россиянах. Поэтому нам надо проголосовать за Путина Владимира Владимировича. Спасибо. Евгений Никандрович, производительность труда. Две минуты ваши. Спасибо. Мы все время слышим с вами во всех изложениях рынок, рынок, рынок. Но рынок бывает, опять же, разным. Рынок бывает в двух изложениях. Рынок, который когда-то формировали под руководством нынешнего состава правительства, и которое, в общем-то, привело не к самым, так сказать, приличным темпам роста. И рынок, который выдвигает и обсчитывает концепция стратегии роста Бориса Титова, кандидата в президенты Российской Федерации. Мы неоднократно останавливались на том, что кроме того выгоды, у нас должна быть еще и настойчивость, рациональный взгляд на происходящие вещи. И мы должны то, что мы начали, все-таки доводить до конца. Существует такая концепция, что главная последовательность, главная настойчивость и главный конечный результат. В данном случае я хотел бы вам опять привести тот же пример, который мы уже неоднократно о котором говорили. Республика пошла по пути своей специализации в алмазном ювелирном бизнесе. Она прошла довольно сложный путь 90-е годы. Но почему-то вот в нынешней концепции я так и не нашел доли ювелирного производства, доли гранки алмазов и все, что создавалось когда-то, в общем-то довольно тяжелым трудом, тяжелой учебой этих людей, которые работают в этой тонкой, очень специфической и очень интересной отрасли, которой славится Якутия. Мы ее всегда называем бриллиантовое. Вдруг мы забыли об этом и метнулись в какие-то совершенно непонятные другие отрасли, о которых сейчас можно и не говорить даже. Типа туризма, строительства, гостиницы и всего прочего. Все это, к сожалению, зависит от качества подготовки людей, которые занимаются обоснованием рыночных реформ. К сожалению, то, что делается сотнями людей и специалистов, у нас в республике делается непонятно кем, непонятно как. И концепция роста является основой для того, чтобы это изменить. Спасибо. Уважаемые участники, вопрос третий. Россия, как известно, удерживает мировое лидерство прочно в авиакосмической отрасли, в атомной энергетике, в судостроении, в добыче полезных ископаемых. А на какие отрасли промышленности, по-вашему, должен обратить особое внимание ваш кандидат? Надежда Викторовна, одна минута на ответ. Уважаемые избиратели, в программе нашего кандидата, значит, описано о том, на какие отрасли надо обращать внимание. Но вообще, в целом, если говорить о программе Жириновского, отрасль сегодня надо сохранить то, что у нас есть, и приумножить новую инновационную промышленность, которая сегодня должна стать лидером на мировом рынке. За счет этого Жириновский предлагает развивать экономику в Сибири и Дальнем Востоке. Надо понимать, что сегодня 80% природных богатств находится непосредственно в Сибири и Дальнем Востоке. Но здесь проживает всего 20% населения. И если сегодня развить Сибирь и Дальний Восток, то мы можем стать действительно сильной державой. Голосуйте за Жириновского, сделаем мощный рывок вперед. Спасибо. Вячеслав Семенович, на какие направления промышленности должен обратить внимание будущий президент России? Пожалуйста, минута. Товарищи, конечно, жалко, но в России на данный момент правят олигархи. Далеко ходить не надо. Вот в Ленском районе есть поселки Пеледу и Витим. Туда невозможно попасть. Даже глава района не может туда попасть без разрешения транснефти и сургутнефть, газа. Это какой век, товарищи? Что глава района, не говоря о простых жителях, правда, правительство заявляет о том, что они вроде договорились. А как мы с кем должны договариваться? На своей земле не можем передвигаться. В свете этого Павел Николаевич Гуродинин, как патриот, как хозяйственник, конкретно сказал, никто не будет править, только он будет править народ, своим государством и своим правом на жизнь. Поэтому, товарищи, голосуем за Павла Николаевича Гуродинина, за труд и за справедливость. Спасибо. Павел Алексеевич, теперь ваш комментарий. Одна минута. Что касается отраслей, которые нам нужно развивать, то задачи по этому направлению наш президент Владимир Владимирович Путин вполне внятно и четко сформулировал в ходе своего вчерашнего послания. Он сказал о двух направлениях. Первое, это, безусловно, несырьевой экспорт. Дело в том, что руководство страны сформировало список товаров, которые относятся к несырьевому экспорту и которые подлежат опережающим мерам государственной поддержки. Это действительно те точки роста, которые должны быть, должны формироваться, и они у нас есть. Это фармацевтика, это химпродукция, это атомная энергетика и ряд других. Второе, это диверсификация. Баваненкова, самый новый промысел Газпрома, более чем на 90% состоит из нашей отечественной продукции. И это реальный результат. Друзья, голосуйте за Путина, за реального человека. Спасибо. Евгений Никандрович, приоритетные отрасли направления промышленности по вашему кандидату. Пожалуйста, минута. Как профессиональный экономист, профессиональный финансист и профессиональный предприниматель, кандидат в президенты Борис Юрьевич Титов прекрасно понимает, что экономика страшно инерционна. Изменить ее профили в ближайшие даже 6 лет, то есть президентский срок, можно в некоторой степени, но кардинально ничего изменить уже нельзя. Единственное, можно только повысить эффективность тех отраслей, которые традиционно мы сильны и которые традиционно определяют нашу жизнь. Поэтому все, что связано с цифровыми технологиями, с новыми технологиями, все это должно прорабатываться, обдумываться и очень осторожно вноситься на рассмотрение наших руководителей правительства. Поэтому взвешенный, очень взвешенный подход Титова – основа дальнейшего успеха. Спасибо вам, спасибо всем за участие. Это были совместные агитационные мероприятия на НВК «Саха» в прямом эфире с участием доверенных лиц, кандидатов в президенты России. Напомню, выборы состоятся 18 марта. Смотрите нас с понедельника по пятницу в 18.25. До свидания. До свидания.